Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Истина и ее роль в политике». Ведет занятие доктор философских наук, профессор Казенов Александр Сергеевич. Прошу. Тема истины с проблемой истинной. Мы знакомились не раз. И я думаю, что многие из вас, в общем, представляют себе эту проблему. Поэтому я, с одной стороны, вспомню такие основополагающие вещи. А с другой стороны, постараюсь эту тему как-то немножко актуализировать. Тем более, что обстоятельства нынешней жизни, они, в общем, дают повод для актуализации. Сегодня состоялась речь Путина перед Федеральным Собранием. Большая, пламенная, закончившаяся бурными продолжительными аплодисментами. Завтра день рождения Горбачева. Ему исполнится 77 лет. И мне показалось, когда я слушал Путина, в его речи есть перекличка и с Горбачевым, и с Яковлевым. Но все-таки, чтобы вот эти вещи прозрачнее знать и понимать, нужно знать, с чем мы имеем дело, что такое истина. Ну, я думаю, что старшее поколение из школьного курса философии знает, еще аристотелевское определение Ленина, Ленина, Аристотеля, истина, есть соответствие мысли предмету. И оно и сейчас в учебниках есть, и им пользуется, и оно, в принципе, правильное. И я хочу подчеркнуть вот какой момент здесь. Что, скажем, мы с вами в основном все-таки останавливались на научном определении, потому что занимаемся в основном научными понятиями. А аристотельское это определение, оно в том числе ухватывает и обыденное сознание. Инстинктивно Аристотель угадывает, схватывает, что вот истина, истинное сознание, оно живет в народе. И философы, они его только слушают, услышат, и потом более грамотно излагают в специальных формах. И по нашей жизни, я думаю, каждый из вас немножко так вот присмотрится и к себе, и к окружающим, и видит, что народ, он живет в истине, и он хочет истины. Имеется в виду такой серьезный народ, честный народ, трудовой народ. Он хочет точно знать, что есть что. И говорит всегда правду, и от других ждет правды. И когда кто-то врет, значит, он видит, а человек врет. И когда кто-то заблуждается, он видит, что заблуждается. Он не скажет, может быть, но он видит. Почему? Потому что народ живет вот в этой стихии истиной. Можно сказать, истина – это то, что есть на самом деле. То есть, в каком-то смысле, истина – это вот бытие, которое человек в обыденной жизни усматривает. Поэтому и корень здесь один. Истина, скажем по-немецки. Ист – есть. И у нас есть, и истина. Это какие-то близкие слова, понятно? И в других так же языках. Значит, поэтому кто хочет истины, и кто всерьез следует ей, и кто хочет жить достойно честно, он с истиной живет. Другое дело. Если он не занимается философией, литературой, религией, у него это не отрефлектировано, не ясно, грубовато там и так далее. Скажем, даже люди, которые погружены, скажем, в религию, в христианство, скажем, даже в православие, более-менее серьезно, они, значит, усхватывают и понятия. Почему? Потому что религия – это такая форма освоения действительности, которая осваивает ее в образах, с одной стороны, и с другой стороны, в понятиях. То есть, какие-то понятия, значит, серьезный такой, верующий, да, живущий в общине, кающийся, исповедующийся и так далее, он многие понятия знает и знает довольно хорошо, я уж не говорю, следует им. И в этом смысле пребывает в истине. В этом смысле, в обыденном смысле. Но нас, конечно, с вами интересует не вот эта сторона, не повседневная, не обыденная, нас интересует истина всерьез, как серьезное определение, как серьезное, значит, явление, как серьезная идея, которая, можно сказать, сознание и господствует. Энгельс выделил два основных вопроса философии, и это правильно. Но истина – это одна из основных проблем, если не основная. Вопрос об истине. И во второй стороне вопроса философского, она присутствует. Есть истина-то или нету? Одно дело, человек считает, истина есть. Тогда пошел разговор о ней. Но некоторые считают, что истины нету. Если нету, ничего и говорить. Но сегодня-то мы с вами живем в такой ситуации, когда нас специально отвращают от истины, специально обманывают. Я уж не говорю про ту чехарду, которая творится в общественном сознании, во всяких выборах, с продуктами в магазине, что ничему верить нельзя. Масло там или не масло, пиво там или не пиво. Хлеб там, значит, Бородинский или там какой-то другой хлеб. Что же теперь страшно? Продукты покупать надо. С линзой ходить, прочитать. И еще непонятно, даже если прочитаешь, все-таки соответствует этот напиток понятию пива. Да, или не соответствует. Я вот говорю, что нынешнее пиво в магазинной бутылочной, оно не соответствует понятию. Причем не только у нас. Вот я в прошлом, или теперь лишь в позапрошлом году был в Германии, и там точно такое же бутылка пива, примерно по этой же цене. И точно такая же бурда, как и у нас. Но если вы хотите хорошего пива выпить, значит, в 8, 9, 10 раз дороже, на разлив вам рют настоящего. Баварского там или еще какого-нибудь. Значит, и так во всем. Поэтому, значит, вот эта ориентация на истину, она, человеку интересующемуся, помогает и выживать, ориентироваться, что здесь так и что не так. Ну и вот эта вот наша-то научная ориентация, она, учитывая всю правильность аристотелевского определения, все-таки учитывает длительную историю философии, длительную историю осознания, процесс опознания истины, и следует в определении Аристоте, Кегелю, который говорит, истина – есть соответствие понятия предмету. Не мышление, а понятие. Мышление-то вот оно обыденное, оно вроде схватывает, и где-то оно тут рядом находится, но оно не схватывает вещи понятий, стало быть, не схватывает истину. Оно не истинное в себе. Оно хочет быть истинным, и иногда это ему дается, но в себе оно не истинное. По сути дела не истинное. Ну, простая вещь. Скажем, цена. Любая вам бабушка скажет, что такое цена. И в магазине любая бабушка знает, какие тут цены, где там они написаны, где они там стоят. Ее не обманешь, не проведешь ничего. И деньги она посчитает все точно. Но если спросить, а что такое цена по понятию, по определению, по сути, я не уверен, что здесь все-то скажут нам, что такое цена-то. Молодежь-то вот знает. Денежное выражение стоимости. Во. Денежное выражение стоимости. Как учили его. И научили. И это вот приятно, что его уже не собьешь. Он понимает, что есть стоимость, то есть устойчивое нечто в вещи, в предмете, да, и есть цена, которая может колебаться, в зависимости от ситуации. А стоимость что такое? Честно, необходимое рабочее время. Затращенную производство. Да, да. Астратный труд, оплаченый в товаре. Да, вот молодежь уже, она, значит, колеблется. Вот вам говорят, или можно сказать просто, это накопленный труд. В стоимости отражен труд, который на нее затрачен, затрачен на ее производство. И все, все просто, гениально. Да. И, скажем, ну, мы взяли цену, да, затраченный труд, выражение стоимости, слава быть, надо знать, что такое стоимость, труд, надо знать, что такое труд, что-то там еще. И то надо знать. И таким образом выстраивается целая система понятий, относящаяся к первоначальному нашему понятию цена. Да? Поэтому Гегель говорит, истина есть только, как истинная система. То есть, когда мы говорим о попределении, мы говорим о свернутом понятии, о сжатом понятии, о понятии, выраженном в одном предложении подчас. Значит, цена и денежное выражение стоимости, все. Но это только понятие в себе, то есть, его краткая формула, или, как говорит Аристотель, краткая речь о сути бытия. Вот что такое определение. А если вы хотите знать истину, вы должны знать всю эту систему. Эта система, она с одной стороны выражена Адамом Смитом, его блестящем труде, который сейчас надо читать молодежи и всем, кто интересуется о причинах богатства народов. Это шедевр. На все времена. Не случайно вот его такие повесы, как Онегин читали. И Пушкин говорит, был великий эконом. Читал Адама Смита и был великий эконом. И понятно, что не только Онегин, а многие тогда читали. Почему? Потому что это, там много было всяких экономистов, но не всех читали. А Смита читали. Почему? Потому что это, во-первых, глубоко, во-вторых, это из тех редких авторов, которые хотят, чтобы их поняли. Вот он хочет. Он понял, что он открыл что-то важное. И он хочет, чтобы его поняли. Чтобы вас поняли, вы должны выразить ваши мысли в понятиях. Когда вы выразили в понятиях, вас поняли. Когда вы не можете выразить в понятиях, вас и не понимают. Значит, истина, как истинная система. Но и этого мало еще для определения истины. Вот для хотя бы такого определения, как мы говорили, в себе, в кратком определении. Гегель указывает, что, значит, познание имеет и вторую сторону, а именно, мы не только выясняем понятие предмета, значит, ищем это понятие для определения предмета, но и смотрим, соответствует ли этот предмет своему понятию. То есть, как бы обратное движение. Поэтому полное определение звучит, истинно есть соответствие понятия предмету и предмета понятия. И вот для политики, для политической жизни вот это вот второе-то движение, оно как раз очень важно. Если вы хотите в политике-то разбираться, хотите политикой всерьез и глубоко заниматься, значит, вот это вот нужно знать, понимать и искать. значит, примеры, пожалуйста, вся наша жизнь, так сказать, состоит из такого рода примеров. Скажем, вот завтра день рождения Горбачева. Он соответствует понятию коммунист? Нет. Да, никаких сомнений нет, да, что не соответствует он по... Он не соответствует понятию. Причем, можно продолжить, он только сейчас не соответствует. А в 91-м он соответствовал? Ну, в 91-м он не соответствовал. Ну, ладно, когда его поставили секретарем горкома Ставрополья, соответствовал? Да, вопрос. По крайней мере, вопрос, да. Но сомнения большие. Или Ельцин соответствовал понятию коммунисту? Нет, конечно. Итак, можно, так сказать, очень многое искать и видеть, да. Соответствует этот предмет своему понятию или нет? В магазине соответствует продукт своему понятию или нет? При чем? Может быть, вы помните, эпопея была лет пять, наверное, или уже или семь назад. Значит, Дума решила ввести понятие молочный продукт. Разделить молоко, настоящее молоко и из него продукты, и молочные продукты, где вот там всякое намечено, намешено, в том числе вот это вот пальмовое масло. Приняли закон, этот закон забыли, и никто не выполняет. Почему? Потому что практически нету продуктов молочных, которые соответствуют своему понятию. Масло это вот какой-то кризис сливочное. Я не знаю, как вы, для меня это такой серьезный поиск. Где настоящее масло сливочное купить? Почему-то что подделки самые невероятные. Уж куда Брест-Литовская вроде было. Хорошее масло из Брест-Литовской самобытное такая этикетка. Нет, смотри, через некоторое время начали подделать. Хозяева заметили, что их подделывают в Питере. Изменили форму куска. Не плоской стало, а такой буханкой. И специальная красная меточка. И написано, что только с этой меточкой настоящее масло. И действительно, некоторое время масло опять стало хорошим. Но прошло полгода, и все вернулось на круги своя. Поэтому где-то там есть такое масло, значит, настоящее. А во многих местах это подделка. И так во всем. Во всем. и поэтому, если у человека есть, значит, с одной стороны, вот это врожденное, идущее от жизни, установка на истинность, на правду. И с другой стороны, если она развита в какой-то мере вот такого рода знаниями, ну, человек как-то приучается на опыте ориентироваться в этих вопросах. А если нет, он так и остается простодушным, наивным человеком. его обманывают все, кому не лень. Ну, конечно, значит, такая и школа истины, и орудия истины, это категория науки и логики. И вот хотя бы одну категорию, категорию бытия, чистое бытие, вот человеку полезно знать. Бытие это то, что есть. Всё, никаких тут больше не надо определений слов и говорений. Есть предмет бытие, нету предмета небытие. Значит, написано, что это сливочное масло. Значит, сразу вы включаете, есть оно тут, или это только написано, или совхоз имени Ленина. Так вы посмотрите, это совхоз или это ЗАО имени Ленина. Причём, я ничего не имею против, в нынешней ситуации по-иному выжить нельзя. Поэтому молодец Грудине и в какой-то мере спасибо ему, что вот у него всё-таки ЗАО имени Ленина, а не имени Бандеры или ещё кого-нибудь, да. Но вот эта категория, она настраивает на анализ, на осторожность, на разделение, на развлечение. Скажем, в этом смысле Коран считает ещё основное свойство мысли, мышления, развлечение. Ну и христианство тоже. Главное, какое развлечение это в христианстве это? Добра и зла. Развлечаем мы добро и зло-то. Развлечаем, конечно. Почему? Потому что, ну, в общем, у нас, особенно у старших людей, значит, я думаю, что довольно чёткие представления о добре и зле. Это не значит, что каждому из нас там всегда следует только добру, вперёд там и так далее. Понятно, что мы тоже делаем проступки. Ну, я, по крайней мере. Вы, может, не делаете. Но я понимаю, что это проступок, что это неправильно. Ну, жизнь там так или иначе в чём-то вот заставляет делать это неправильный проступок сейчас. Но это надо знать, сознавать, что ты делаешь, на что ты идёшь. Ну, и, конечно, значит, вот эта сегодняшняя речь товарища Путина, товарища Путина, сам он начал. Значит, уважаемые граждане, члены, граждане, нет, граждане, члены, значит, Совета Федерации и депутаты Госдумы. То есть, ни товарищи, ни господа, а граждане, вот, члены. Ну, и, конечно, первая половина речи, она, ну, мне показалась за упокой. Ну, и, конечно, когда вот так вот читаешь, я, как человек, грамотно это читаю, ну, мне и больно, и смешно все это читать. Да. Надо расширить пространство свободы. Я грамотный человек. Я понимаю, что такое пространство, что такое свобода, что значит расширить, углубить. Сразу вспоминается Горбатёв, конечно. Это его вот такие формулы. Глупость какая-то высказана. Что значит расширить пространство свободы? Это несуществительная глупость. Человеку нечего сказать. И вот он такими вещами пропадает. Это Яковлевчина. Этот Яковлев всех научил. Да. Ключевой фактор развитие людей. Достаток. Значит, ну вот наш Нобелевский лауреат Жарен Франчал-Фёров 25 лет говорил Ельцину, значит, Путину. Я студентам объясняю, это тоже 25 лет. Что? Не надо людьми заниматься. Занимайтесь производством. Если вы будете заниматься производством, вы людьми будете заниматься. И наукой будете заниматься. А это болтовня. Она нам надоела ещё при Брежневе. Я уж не говорю про Горбачёва. Человек, вот главный человек у нас, селка у нас в центре. Вот мы мало говорим о человеке. И профессора нашел на философском факультете тоже. Вот человек, какой человек? Человек Ельцин, он проходимец. Человек Горбачёв, он предатель. Элита равнодушно изобровавшаяся. Ради неё, ради этих человеков. И теперь всё это повторяется. Это вот жвачка, значит, уже выплюнутая много раз. И опять, значит, её кормят народ. Причём, в зале-то сидит ведь народ взрослый. Там, в основном, мои ровесники. По 70, по 60-70 лет. все всё это слушали сотни раз. Значит, да, обновить структуру занятости. Что значит обновить структуру занятости? Зачем я обновляю структуру занятости? Занимаясь это производством нового. Она и обновится. Нет, для того, чтобы вот красиво выпендриться, красиво что-то завернуть. Да. Об успехах говорил, говорил потом. Бедность вновь подросла. Стало 20%. Значит, вроде говорил, что хорошо, хорошо, вроде тут успехи рос. Потом бух. Это по его словам, что она на 20%. Я вот думаю, что как они считают. Я считаю, что я, профессор, человек бедный. Потому что меньше прожиточного минимума надо понимать. Да, а они это все свели к прожиточному минимуму. И сейчас еще только поднимут, значит, зарплату до прожиточного минимума, и об этом опять трещат каждый раз, как будто это какое-то большое завоевание. Потихоньку бы сделали, чтобы никто не слышал этого позорища. Ну и обычно эти вещи увеличить, углубить, ускорить, увеличить ВВП в полтора раза к 20-му году, повысить пенсии, добиться увеличения размера пенсии. Ну и вот такие ни к чему не обязывающие пожелания. Зачем они здесь? Ни к чему это совершенно. И именно отставание вот главная угроза. Ну, в какой-то мере это даже и правильно. Но отставание это оно вызвано тем, что вы не занимаетесь производством. Что нет, значит, составить план, что вот нам нужны какие-то производства, потому что те рухнули. давайте сделаем производство. Вот вам и структура занятости, и решение проблемы бедности, и всех прочих. Нет, все вот разговоры около. И в то же время сплоченность российского общества. Ну, они там вот в этом зале сидят все, они, да, они сплоченный народ. Они там по 200-300 тысяч в месяц получают и чувствуют сплочены крепко против нас. Но у меня нет ощущения, что значит, и вот этот капиталистический класс, он сплочен весь так уж. Вот, и тем более народные массы и интеллигенции. Ничего с ними не сплочено. Или шедевр. Изменения в мире носят цивилизационный характер. Это что такое? Я все-таки доктор, плохенький может быть, но доктор философский наук. Цивилизацию я преподаю студентам, разъясняю учения цивилизации, несколько есть. Вот, но это абракадабра. Изменения в мире носят цивилизационный характер. Что вы хотите сказать? Что русская цивилизация изменяется? Или все цивилизации изменяются? Или возникает общая для всех цивилизация? Так скажите так, а это какая-то абракадабра? Ну, и так далее. Значит, можно много тут на эту тему. Говорят, ну, чего придираться к человеку? Чего к убогому придираться? И вдруг эта часть заканчивается, а теперь пойдем к главному. И бубухнул. Как начало, мы изобрели и сделали такую-то ракету. Она гиперскоростная, поражает там где-то на той стороне земного шара. Идет, там огибает ландшафты. Ее ничем не сразить. Ни у кого такой нету. Значит, сармат. Другая там такая-то. У нее, значит, там пять или шесть скоростей, скорость, скоростей света. Нет, звук. Скоростей звука. Значит, она такая-то, сякая, там всех разрушит и развалит. Ну, от такой речи, кто всерьез это воспринимал, ну, я думаю, просто напугался. В то же время, я думаю, что, скажем, американские люди серьезные, военные, они примерно знают, что у кого есть. И у них, я думаю, не меньше там едут загашники. И Владимир Владимирович подчеркнул, это не блеф. Тут я сразу подумал, нет, это блеф. Ну, или, по крайней мере, наполовину. Наполовину. Верю, что, конечно, русские мужики умные, они не такое могут сделать. Вот. Но все-таки это выглядело, ну, такое какое-то хвастерство и запугивание. Я думаю, больше вот кого-то нас тут, русских. И я вспомнил и Советский Союз вот эти последние годы звонят, значит, из районного общества знания в Портком. Значит, вот нужны в Владейном поле лекции о международном положении об отношении к старышам. Вызывают меня в Портком. Александр Сергеевич, вот у нас есть Владейное поле, вот четыре лекции прочитать. Да я занят, у меня некогда, у меня дети, жена там-то. Ну, а кому еще? Вы у нас молодой. Да, причем каждая лекция стоила 10 рублей, а коньяк стоил 10.50. Представляете? То есть, это хорошее было, да какой коньяк был? Вот. Так все равно не очень ездили-то. Ну, как говорится, раз партия сказала, комсомол ответила и поехал, я там читаю. И вот в обед там тетенек этих собрали, я им рассказал о советско-американских отношениях, они, значит, послушали, в конце, как правило, вопрос. Ну, а война-то будет? Не будет? Ну, слава богу. Значит, можно дальше жить и работать. То есть, вроде, это изображение, значит, партийной учебы. Вроде, учеба партийная прошла, а приехала лекция, прочела лекция, лекция понравилась, отзывы хорошие, вот даже вопрос задала там баба Нюра. Вот, все хорошо. Но, теперь я понимаю, что вот этой общественной-то жизни, коммунной, коммунистической жизни не было уже. Все формальность была. Поэтому мы-то ее наелись досыта. И теперь это воспроизводится, значит, центральное начальство собирает и, значит, накачивает президента их вот этим хламом. Совершенно ничем ужином. Но, как говорится, скоро выборы. И тоже вопрос о выборах. Ну, я думаю, что у нас народ грамотный, с выборами уже разобрался. Если есть какие-то вопросы по выборам, значит, я могу что-то ответить. Но, от себя скажу, что вот эти вопли, что нечестные выборы, что там подделали, значит, бюллетени и прочее, прочее, вот это все жалкие лепят оправдания. Вот, в прошлый раз я это говорил, и сейчас я говорю, вот, кто заинтересован в честных выборах, это Владимир Владимирович Путин. Почему? Потому что основная масса населения, она за него проголосует. Социологические исследования, особенно центральные, там, в целом, они, как правило, близкую картину дают. И по жизни, по показаниям, значит, буржуазные сознания, вот эти бабушки, они по близким моим, они не проголосуют за Путина, поэтому Путину только нужно честно провести, чтобы нигде никто что-нибудь какой-нибудь подленки не подбросил. Но тогда встает вопрос, а что делать трудящимся-то? Они-то вот эту политику проводят и ведут, выиграют и будут продолжать после Путина еще шесть лет. А трудящиеся, что будут продолжать жить на свои 15-20 или 30 тысяч и смотреть в род начальству? Вот мне кажется, что значит, где-то мы, конечно, не дорабатываем, а где-то все-таки трудящиеся наши и народ наш. Он вот все еще раскачивается, он все еще не может от этого шока отойти, хотя уже пора бы отойти. И вспомнить, что то, что говорилось раньше по политэкономии, по философии, по научному коммунизму, оно то и сбылось. Все, что говорили, о чем предупреждали, то вот теперь проходит на своей шее трудящейся. Поэтому во всем этом нужно разобраться. И чтобы разобраться, нужно себе хорошо представлять линию развития. С чего она начинается? она начинается с мнения. То есть у маленького человека, у молодого человека у него полна голова мнений. Ему что папа сказал? Или мама сказала? Вот это у него мнение, он и в школе повторит. Или наоборот учительница, особенно если авторитетная, сказала, все и так же и Вовочка думает. Нет у них своих мнений. Они мнения откуда-то набираются мнений. И у них в голове каша из этих мнений. Но какое-то одно остается. но к сожалению значит вот в последние годы существования СССР в школе это вот была зараза. Значит учителя требовали Петя а вот у тебя свое мнение есть? У каждого должно быть свое мнение. Но откуда у него свое мнение если мнений два? Или плановая экономика должна быть? Или рыночная? Два их всего. Так какой истины это? и сколько ни говорилось значит что рыночной уже давно нету экономики. Она была когда-то во времена Адама жмит еще в 19 веке до Первой мировой войны после Первой мировой войны штаты полностью перестроились и взялись за регуляцию экономики. И сейчас там регуляция значительно более суровая чем в СССР. Виктор Фридман наш беглец в США и из США написал замечательную книгу «Социалистический штат Америки» где показывает как там работает вот эта плановая регулируемая экономика. Все жестко схвачено. Все государства держат за горло. Он еле оттуда ноги унес. Теперь все-таки если человек стремится к истине он пытается найти объективную истину. Что такое мнение? Мнение это субъективное знание. И по форме знание оно всегда субъективное. То, что я вам говорю это я вам говорю в моей форме. Это говорит Казенов. По форме оно субъективное. По содержанию я все-таки претендую, что ну по крайней мере часть моих знаний она объективна. Она выстрадана в борьбе причем вот теперь уже 30-летний. Так и человек. Он от мнения постепенно докапывается до объективных истин. Там сначала до одной, потом до другой, потом до дайте, потом они объединяются, потом хочется систематизировать. И так или иначе он приходит к системе объективных знаний. Если кто хочет, кто движется. И наконец, значит, когда такая система выработана и носит такой убедительный для него самого характер, эти объективные знания становятся убеждением. Что значит убеждение? Убеждение это такие объективные знания, которые человек отстаивает всегда. В любых обстоятельствах. И скажем, я никогда не скрывал своих убеждений ни в последние годы советской власти, ни все это время, хотя ректор у меня такой ультра-патриот, преподаватели вот такие же, как говорил. Это русскую что-ли? Виктор 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 Русской это он еще пошлее. Да ведь тот-то он не пошлее, он такой патриот кандовый, а русской это он какой-то с пошлятенькой. Да, значит, никогда мы не скрывали своих знаний, поэтому и по телевизору скажем, я с товарищами обсуждаю любые вопросы, не стесняюсь никого, ничего, не боюсь, что меня кто-то там подслушает. Ну, я и вам приду расскажу и поясню. И ничего написали, докторские защитили, докторские. Народ, он больше боится, чего боится? Я думаю, больше он всего, он боится себя, своей какой-то сковостности, недоразвитости, недокультурности, боится показать себя темным, не надо бояться, все ошибаются, все учатся на ошибках. Надо ошибаться и карабкаться, карабкаться в сторону убеждений. Когда вы достигли убеждений прочных, жизнь облегчает, становится легко. Да, это вот знал еще Иисус. Говорит, не заботьтесь о том, что сказать. Когда настанет день, значит, Дух Святой вам подскажет. И действительно, возникает ситуация, когда надо говорить. Значит, Дух подсказывает, что сказать. А когда человек стесняется и не говорит, он сегодня не говорит, и завтра не говорит, и после, и так и не будет говорить. А надо говорить, спорить, дискутировать, спрашивать и постепенно расти за счет этих разговоров. Ну и, пожалуй, еще есть, или уже все время истекло. Значит, путь познания идет от живого созерцания. Это вот народ, мы в обыденной жизни созерцаем жизнь от простых каких-то вещей магазинного, уличного типа до серьезной, как вот сегодня там собрание вот это федеральное. И от созерцания мы идем к абстрактному мышлению, то есть размышляем, ну что ж тут Путин нам наговорил-то? Значит, и когда у нас есть понятие, мы материалы по полочкам разложим, что-то, может, недодуманно останется, спросим, почитаем, уточним. И когда мы выяснили для себя понятие, от этих понятий мы идем к практике. Практика является критерием истины. На практике человек убеждается, значит, знает он истину, понял он истину, следует он истине или нет. Ну и в этом смысле у меня был замечательный случай, который я как-то уже рассказывал здесь лет семь назад, и сейчас вот он мне вспомнился. Был такой в бригаде Чубайса здесь и Миллера Филиппов, Филиппов, как же его звали-то? Филиппов, 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 Олег Сергеевич как-то так. Да. И вот он, рынок, Чубайс, рынок, Миллер, рынок, они тут организовали клуб Перестройка, даешь рынок, а мы с Михаилом Васильевичем дискутировали с ними. Но, как говорится, поддержка на их стороне была, и публика мелкобуржуазная шла за ними, так иначе они победили, сделали карьеру, и вот в конце 91-го года товарища Филиппова Путин назначает руководителем аналитического центра при президенте Российской Федерации. Ну, о мы с кем соревновались-то, о мы с кем боролись-то. Какой человек-то, оказывается, Филиппов. Ну, то и мы им ладно. Прошел год, практика показала, что они сразу развалили всю экономику без перспектив на возражение. На возражение. Так. Что не ладно? За год. Сразу за год отняли все накопления у моих родителей и у остальных тоже. Сразу, за год. Значит, да, и вот проходит год. Собираюсь я утром на работу где-то в декабре 92-го. Смотрю телевизор за кофе. Докладывает телевизор, что вот вчера Борис Николаевич освободил от обязанностей руководителя аналитического центра при президенте товарища Филиппова. Думаю, да, вот, за год развалил, теперь уволят. И, наверное, еще другую, более хорошую работу, спокойную найдут. Ну, пошутил так это горько, собрал манатки и пошел на работу. А ходил я метро Маяковского на Невском. Спускаюсь и смотрю от московского вокзала, поднялся по эскалатору значит Олег Сергеевич Филиппов. У меня такое ощущение, что вчера его сняли, ночью он приехал и вот идет ко мне навстречу. И я судорожно думаю, что ему сказать? вопрос ему задать или посочувствовать? Как-то не знаю, что сказать, что спросить. Ну, подходим все ближе, ближе, смотрю, он физиономию отвернул, не видит меня, я думаю, ну и слава Богу. Практика завершилась уже в основном. Показала, что ничего они не могут ни в политике, ни в экономике. Они могут только разрушать. А им самим вывод, они какой-нибудь истины сделали от этого? Нет, конечно. Они сделали какой-нибудь, что народ не тот попался. Вот если бы народ был другой, вот тогда бы они сделали. Поэтому практика критерий истины, но все равно человек оценивает результаты этой практики. Так это или не так? Или что здесь так и что здесь не так? Или до конца ли это так? Ну вот с этими соображениями и поправками можно совершить. Сергей Сергеевич? За что? Здесь вопрос, но без копии. Вы анонимки рассматриваете? Не знаю. Это на ваше усмотрение. Ну поскольку только одна поступила, поэтому зачитаю. Да не, но я написал, как осознался. Если истина только в рамках системы двоетучая, возможно изменение истины при смене системы. И невозможно изменение истины без разрушения системы, и это будет лишь подменой понятия. Правильно ли я понял? Значит, у вас имеет в виду социальная система? Ну, да. А я-то вел речь о системе понятий. Значит, развернутые понятия или систематически развернутые понятия по определению теория. То есть, понятия и истина, они существуют только в теории. Скажем, Адама Смита, например, экономическая, Карла Маркса. Причем, система Смита, она истинная система. По ней вполне можно изучать современную экономику. Почему-то она говорит о тех же экономических категориях, которые сейчас работают. Но она не высшая. Так же, как аристотелевская. Аристотелевская система философии, она истинная. Причем в глубоком смысле истинная. Я ее регулярно читаю, это у меня настройные книги. Получаю большое удовольствие от Аристотеля. Но она не высшая. Высшая это Гегель, Маркс, Ленин. Поэтому речь идет, конечно, о системе понятий, то есть о теории. Второй вопрос. Если человек отстаивает не объективные, а субъективные знания, это тоже убеждение? Если у него такое убеждение, да. Причем они тоже в какой-то мере не чисто субъективные. И в истории философии существует школа с античных времен скептиков, которая настаивает на этом, что истины нету, ее открыть невозможно. И исправление, и добавление другие, она есть, но открыть ее невозможно. И третье, она есть, и даже ее можно открыть, но кто откроет, он не сможет это передать другим. То есть, вот этот скептический взгляд, он повторяется в истории, и искануются студенты на первом, на втором курсе, они через эту болезнь проходят, очень многие. У них такой скептизив, никто ничего не понимает, а вот они тут понимают. Даже где-то была шутка в газете нашей, что на первом курсе пришел, ему кажется, все такие умные, а он такой деревенский, тупой. На втором курсе, да нет, что-то все какие-то тупые, тут я один что-то и понимаю, остальные дураки все. На третьем и преподаватели тоже что-то не понимают, и только к концу, там, к пятому курсу, да, все-таки другие-то понимают, а я-то еще. Надо поработать над собой. Спасибо, Исаня Сергеевич. Так, у нас записывался один человек на выступление, Герасим Иван Михайлович. Надо поблагодарить Оксана Сергеевича за блестящую прочитанную лекцию на археактуальную тему, потому что автор есть такая книги «Обыкновенный говизионизм» Валентина Данировна Скоржинская, а книга это «Обыкновенный говизионизм» о попытке путь в Чехосровакии в 68-м году. И она прямо писала в этой книге, что отказ от истины это основа антикоммунизма насеологическая. И, конечно же, борьба за истину это, по большому счету, в нынешних условиях это борьба за коммунизм. Это наглядно видно, когда реакционные всякие течения пытаются прикрыть себя борьбой за свободу высказывания мнений, за флюрализм мнений. это показал еще Ленин в своей работе «Что делать?» Там, где вначале он писал о так называемой свободе критики, там были такие критики, которые активно критиковали большевиков, он писал, ну вы, конечно, имеете свободу критиковать, но и мы имеем право и свободу не только критиковать, но и избавляться в партии от таких критиков. Мы тоже свободные люди. Там же есть у него фраза, что мы идем тесной пучкой, крепко взявшись за руки, по обрывистому пути. Мы окружены со всех сторон врагами, нам приходится постоянно идти под их огнем. Ну и поэтому здесь, так сказать, конечно, борьба за истину принимала особо актуальное значение, и Александр Сергеевич проистяще продемонстрировал, что вот этим плюрализмом, вот этими мнениями, уважением чужого мнения, с чего началось все и так далее, именно так был разрушен Советский Союз. Вот Горбачевым и этими всеми. Вот сначала нельзя зажимать мнение, никто не имеет монополии на истину, и надо дать право высказаться и таким, и таким, и таким, а потом это мнение стало гравенствующим. А истина, она отвергнута сейчас, и она ушла, так сказать, в каком-то смысле в подпорье, гравенствует рожь, но результаты экономического развития страны налицо, хотя я категорически не соглашусь с Александром Сергеевичем, что у нас никаких перспектив нет. Это здесь я тут... Я тут не говорил. Говорили. Что не говорили, что не говорили. Вот. Нет, выискай, что год, прошел год, он лишил России перспектив на возрождение. Такое было. Вот. Ну ладно. Не придирай. Да, ну надо придираться, ну а как не придираться. Ну это вот наглядно в частности проявилось. У нас вот тут один товарищ, бывший нас уже товарищ по партии, он высказался, что надо из ВТО не выходить, и американских инвесторов сюда запустить, и из Донбасса, и Сирии уйти, и в общем-то такой вот, эпатаж такой, ну типичный троцкистский набор этих сраганов, троцкистских высказок. Ну и в общем-то он нашел в пирах, что вот, а вот у нас в уставе написано, что вот каждый из член партии может свободно высказывать свое мнение. Ну понятная дело, что можно свободно высказывать свое мнение, но надо и понимать, что партия это не все общество, это авангард краса, и даже слово партия, а слово партия это часть, часть. И конечно же, так сказать, свобода мнения, она существует потому, как лучше выполнить задачи партийные, как лучше реализовать программу партии, и как лучше добиться записанных в этой программе целей. А если там будут любые мнения гулять, тем более высказываться публичное в виде пропаганды, тогда чем будет партия отличаться от Упситофцера со всеми его реакционными заморочками. Ну и вот, ну надо сказать, что как-то вот некоторые товарищи у нас так затушевались тоже здесь, что вот, а вот действительно как-то вот тут он так кричал, что там зажимают, репрессируют, то и все, и несправедливо, и то, вот, и как-то так вот это самое. Конечно, это вот зараза за вот эти годы о том, что надо уважать чужое мнение и так далее. А за что мнение уважать? Мнение – это неразвитое знание, как говорит Гегель. Вот человек, что-то вот сказал, вот никогда вы не слышали выражение «уважать», чужую гипотезу надо уважать. Но гипотеза – это более высокое по сравнению с мнением. В пользу гипотезы там выдвигаются какие-то есть факты, которые украдываются в эту гипотезу, а какие-то не украдываются. Скажут там, что Тургуйский метеорит там – это комета, вот что-то там украдывается. Это же не мнение, это гипотеза, более высокое понятие. А мнение – это что угодно, сбахнул и изволил это уважать. Но это же вообще глупость ужасная, уважать чужое мнение, не знание, а мнение. Конечно, человека надо уважать, умного, наделенного знаниями. Если он что-то высказывает, даже так вот, полуинтуитивно, к этому лучше прислушаться. Но говорить все-таки, что мнение вот в отрыве просто надо уважать. Но это вот опять же инструмент антикоммунистический, инструмент реакционный, инструмент разрушения вот нашей политики и инструментом Советского Союза послужил так же. Так что спасибо Оксану Сергеевичу еще раз. Спасибо. Так, зашли, Александр Сергеевич. Ну что, рад, если полезно, но я-то думаю, что уважать надо любое мнение и любого человека до тех пор, пока он не сделал какой-нибудь подлинки. А что не уважать-то? Ну, сказал человек какой-то простой свое мнение. что он, слава Богу. Хуже было, если бы он не сказал, особенно, если это мнение близко нам в какой-то степени. Никто, что не призывают убивать за это. Да. Уважать-то зачем? Уважать надо людей, любить. людей, да. Хорошо к ним относиться. Так, а раз вы человека уважаете, вы мнение уважаете. Так что, спасибо, дорогие товарищи. Спасибо вам, институты. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 значит, мы встречаемся через неделю, поскольку... 8 марта. 8 марта. Ой, через 2 недели. 8 марта у нас праздник. Пользуясь случаем, поздравляю всех наших женщин с международным женским днем. Так, можно похлопать. Встречаемся мы через 2 недели, 15 марта. Значит, тема занятий «Специальная оценка условий труда как оружия классовой борьбы». Ведет занятие кандидат медицинских новок Дегтярев Денис Борисов. До встречи через 2 недели. Продолжение следует...